Говядина посредиземноморски готовится совсем недолго, а вот блюдо получается невероятно вкусным и очень красивым, правильно оформив подачу, вы сможете приготовить его к любому празднику. В этот рецепт входят самые различные ингредиенты, одним из них является говядина, очень важно выбрать качественное и подходящее мясо, от этого многое зависит, вкус всего блюда, лучше, чтобы говядина была молодой и нежилистой, чтобы узнать, как приготовить говядину посредиземноморски, читайте этот рецепт. Досмотри Шинбеда и я предложу записать список ингредиентов. Кусок говядины без косточки зачистите от жилок и пленок, вымойте в холодной воде и обсушите бумажными полотенцами, смажьте растительным маслом. Обжарьте куски мяса с обеих сторон на гриле до готовности, затем посыпьте говядину морской солью и молотым перцем, заверните в фольгу и дайте отдохнуть 15 минут. Зеленый горошек вымойте под проточной водой, если вы используете замороженный, то дайте ему оттаять при комнатной температуре, бланшируйте горошек в кипятке, а затем сразу же положите в ледяную воду, чтобы он остался ярко-зеленым. Цукини вымойте и обсушите, отрежьте у овоща кончики с обеих сторон, не очищая, нарежьте цукини на тонкие полосочки. Чеснок и шалот очистите от шелухи, вымойте, обсушите и мелко нарубите. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите в него овощи, добавьте к ним тонко нарезанный бекон или грудинку, обжаривайте 5 минут. Васаби выложите в пиалку, добавьте к нему сливки, взбейте соус блендером, залейте им овощи, выложите на тарелку овощи с беконом, сверху положите мясо и полейте остатками соуса. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Вот из чего готовим блюдо. Говядина 600 грамм, грудинка копченая 50 грамм, оливковое масло 2 столовые ложки, цукини 1 штука, горошек зеленый замороженный 100 грамм, лук-шалот 3 штуки, чеснок 2 зубчика, сливки 20% 200 миллилитров, васаби 2 столовые ложки, перец черный молотый, соль морская по вкусу, количество порций 4. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Всем добра, заходите еще. Субтитры создавал DimaTorzok